На территории Лобинского района работают 8 заслуженных учителей России и 25 заслуженных учителей Кубани. По традиции в начале конференции чествуют молодых специалистов. В этом году их стало больше на одного преподавателя. Галина Сухарадина будет преподавать ученикам 29-й школы поселка Веселый английский язык. С приветственным словом к участникам выступил глава района Александр Садчиков. Он отметил, что уровень образования в Лобинском районе, на территории которого действует 72 образовательных учреждения, с каждым годом становится выше. По результатам сдачи ЕГЭ Лобинский район занял третье место. Впереди Ейск и Ленинградский район. А средний балл по всем экзаменам вывел Лобинский район на девятое место среди 44 муниципальных образований. В прошлом году мы занимали лишь 12-е. По количеству 100-бальников Лобинский район на втором месте в крае. Александр Садчиков поздравил педагогов с этими достижениями и остановился на особо важных вопросах. Реализуя задачи, поставленные президентом России Владимир Владимировичем Путиным, губернатором Краснодарского края Александром Николаевичем Хачевым, наш район сегодня работает над приоритетными направлениями модернизации образования. 72 учреждения образовательных в Лобинском районе. Назовите мне другой такой район, приблизительно, где есть такое количество учебных заведений. Мы не жалели ни бюджетных денег, ничего, чтобы создать такую большую, встроенную и интересную систему образования. Увеличивается количество мест в детских садах за счет проведения капитальных ремонтов, открытия дополнительных групп в детских садах. Это в докладе будет сказано. Район ушел, значит, вошел в программу восстановления, реконструкции, строительства детских садов. А вы вспомните те времена, когда детские сады, некоторые, в течение одного месяца их просто не стало, их растащили по кирпичу. У нас очередь от трех до семи в Лобинске нету, а очередь вот до трех лет, там около 800 человек. Это же радоваться этому надо, правильно? Но тогда вопрос, где те детские сады, которых не стало? Теперь надо заново все отстраивать, реконструировать, модернизировать, часть школ переводить. Мы подошли к вами, с вами к очень большой, серьезной проблеме восстановления детских садов и выравнивания по емкости населенных пунктов, которые существуют в районе. Самая большая проблема – это город Лобинск. Нехватка мест в детских садах – проблема острая, но решаемая. На конференции ей уделили достаточно внимания. Как отметил недавно в своем выступлении губернатор края Александр Ткачев, для решения вышеуказанной задачи планируется потратить 5 миллиардов рублей. Будет введено 10 тысяч новых мест. Таким образом, задача президента о ликвидации очередей детских садов к 2016 году будет решена. Гармоничное развитие личности ребенка необходимо начинать с самого раннего возраста. Большую роль в этом процессе играют наши дошкольные образовательные учреждения. В новом законе об образовании дошкольное образование определено как отдельная качественная ступень образования в целом. Реализуя поручения президента Российской Федерации, мы одновременно должны решить несколько задач. Первое – это решить проблему с очередностью в детских садах. Второе – необходимо повысить заработную плату. Третье – повысить квалификацию педагогов и ввести стандарты дошкольного образования. Разработали план мероприятий по устранению очереди в детские сады. Так называемая «дорожная карта» до 2018 года. Общий объем финансирования мероприятий «дорожной карты» в 2013 году составит 7,5 миллионов рублей. Повышение зарплаты учителям является одной из главных задач краевой и районной властей. С 1 сентября зарплата учителя в школе составит 27 тысяч рублей, а педагоги детских садов будут получать 20 тысяч, отметила Татьяна Гриднева. По ее словам, в последние годы большие средства идут на развитие и укрепление системы образования, капитальный ремонт и строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений. Школы становятся комфортнее и современнее. Только за первое полугодие 2013 года капитальный ремонт проведен в 24 образовательных учреждениях. Оконные блоки осталось заменить в 15, заменены в 15, из них теперь осталось только 4, где не заменены оконные блоки. Школьные дворы, они стали намного красочнее, уютнее, много цветов, много малых архитектурных форм и поделок. В городе очень ярко отличается этим средняя школа номер 5. В районе, кроме 28-й школы, похорошели дворы у нас, средний школ номер 15 в Станице Засовской, номер 17, номер 18 в Каладжинской, 31, 32, 33 уборной. Завершился августовский педсовет торжественной церемонией награждения лучших работников системы образования Лобинского района. В целом настроение учителей приподнятое. Жду чего-нибудь нового, хорошего, мажорного, праздничного. Надеюсь, что будет лучше, чем в прошлом году, и с каждым годом все будет улучшаться. Я работаю более 30 лет, и поэтому ни одну конференцию не пропустила за свою жизнь. Хорошее, конечно, настроение. Уже за детьми соскучились, за педагогами, сотрудниками соскучились. Позитивное такое настроение. Сегодня погода хорошая, как раз способствует тому, чтобы действительно получили позитив. Я знаю, что очень тяжелое лето было у всех. Все старались, все делали, преодолевали какие-то трудности. Ну а сегодня, как говорится, должна быть финишная прямая. Мы встречаем детей, вступаем в новый учебный год. Ожидаем, конечно, от него многого. Естественно, хорошего.